МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Где холодные батареи? Прокуратура проверит правомерность отключения отопления. Горячий источник под квартирами. Вот это озеро находится у меня под основной комнатой зала. На Чебинска 5А пятый день не могут устранить течь. Бытовая техника в счет оплаты. Самая большая задолженность по НПД приходится на физлицо с задолженностью более 200 тысяч рублей. Налоговики вышли в рейд по выявлению злостных неплательщиков. Полцарства за десяток. Здесь в магазине 135. Я старт вверх. Дорого? Дорого, конечно. Ну или почти. Наш корреспондент узнавал, полишевеет ли куриные яйца. Об этом мы не только расскажем прямо сейчас. В студии Алмаз Кашаев. В эфире программа новости Нижнекамска. Здравствуйте. Начнем с информации о ходе ликвидации порывов. Так, из-за аварий на трубопроводах остаются без тепла 6 домов. Понизилась температура батареи на химиков 95 и 97, по сообщениям жильцов. В квартирах всего 16 градусов. На холод жалуются жители лесной 27 и еще двух домов на проспекте Шинников. Телезрители сообщают, что прохладно и в некоторых школах. Прокуратура проверит информацию по поводу отсутствия теплоснабжения в жилых домах Нижнекамска. Поводом стали сообщения людей в соцсетях, где говорится, что отопление не было подано в обещанный срок. В случае подтверждения данного факта надзорное ведомство проконтролирует устранение последствий коммунальной аварии, а также даст правовую оценку соблюдению прав граждан на бесперебойное теплоснабжение. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Тем временем на Чебинской 5А пятый день подряд топит подвал. Под квартирами образовалось целое озеро горячей воды. Течь никак не могут устранить, а между тем стены сыреют, особенно у тех, кто живет на первом этаже. Вот это озеро находится у меня под основной комнатой зала. То есть вот здесь, над этой пятой находится у меня зал. То есть находится телевизор, находится техника, здесь находится диван. Сейчас квартира Руслана пропитана запахом сырости. А причина этого находится прямо под ней. Прорвало трубу отопления. Пятый день в подвале течет ручей горячей воды. За это время там даже успела прорасти трава. Дома у мужчины ситуация не лучше. Уже начали отклеиваться обои, пропахли одежда и мебель. У меня дома очень некомфортно, потому что, я говорю, вот этот запах уже третьи сутки, он уже комком в горле стоит. Вот, я не знаю, проветрить сейчас нет возможности. Сейчас ни летний период, ни этот, окошки открыть, допустим, тоже нет возможности. Я не знаю, как, вот после того, если устранят, как мне решать данную проблему. То есть, все это надо будет перестирывать, все это надо будет стирать, как поведут себя обои, тоже и мебель, и все остальное, все это разбухнет. Потому что вот такой же туман, такой же пар практически стоит у меня дома. Сначала мужчина сообщил о проблеме в дому управления. Никакой реакции не последовало. Затем обратился в единую диспетчерскую службу, где Руслана начали кормить завтраками. А сегодня и вовсе сбрасывают звонок. Картина происходит такая. Вчера пришел слесарь, он мне сказал, что ничего страшного у вас нет, у вас подвал не затоплен, у вас там просто лужится. Когда топит подвал, это бывает по колено. То есть, пока я, видите, сходил, даже не испачкался. То есть, ничего страшного, мы завтра вам все исправим. Если взять по подтекам трубы, здесь даже по подтекам трубы видно, что данная ситуация происходила неоднократно уже, потому что образовались ржавые подтеки, ржавые пятна. В управляющей компании ПЖКХ-17 нам сообщили, что о проблеме им известно. Завтра утром на Чебинскую пятя направят бригаду рабочих для устранения коммунальной аварии. Анжелика Степанова, Рафель Ракипов, Новости НТР. Казна недосчиталась денег. Налоговая служба вышла в рейд по должникам. Особое внимание они уделяют тем, кто не оплатил процент за профессиональный доход. В первый день они посетили 9 адресов и оформили 3 акта ареста на бытовую технику. По информации налоговой службы, всего в районе 9 тысяч самозанятых, которые задолжали 10 миллионов рублей. Рейды будут проходить каждую неделю. Самая большая задолженность по НПД приходится на физлицо с задолженностью более 200 тысяч рублей. Еще раз напоминаем, чтобы войти в Новый год без долгов, просим вас принять меры по ее скорейшему погашению. В Нижнекамском районе ведут активную подготовку к открытию двух ледовых переправ. Информация об этом появилась в соцсетях. Так, работы на переправе по маршруту Покровская-Красный ключ начались еще 9 декабря. О дате открытия обещают сообщить в ближайшее время не отстают от своих коллег и работники переправы Соколка-Новый-Закамский. О том, что работы ведутся они сообщили 10 декабря, вот ориентировочное открытие запланировано на вторую половину декабря. Я напоминаю, что медиахолдинг НТР24 есть во всех социальных сетях. Выпуск новостей в прямом эфире можно смотреть и в нашем телеграм-канале НТР24.ru. Он, как и на телегранах, начинается в 19.00. Там же ведется круглосуточное обещание телеканала Татарстан-24. Золотые иначе не назовешь. За год куриные яйца в республике значительно подорожали. Цена выросла на 52%. Такие данные привел Татарстан-Стат. Если в 2022 году десяток яиц можно было купить примерно за 70 рублей, то уже к декабрю 2023 года эта сумма перевалила за 100 рублей. В чем причина, узнавала Светлана Шумкова. Вот вчера все заставили после обеда. Сегодня вот прям с утра яйца, яйца, яйца. И буквально до обеда все яйца в сетевом магазине были раскуплены. Продавцы говорят, в последние дни люди разбирают их молниеносно. Кто-то приходит каждый день. И это несмотря на недешевую цену – 129 рублей. Покупатели не скрывают, запасаются, боясь, что цена поднимется еще выше. Все, совсем через счет. Я покупаю 10 штук. Но могу покупать 20 штук, но никак. А это продуктовый рынок. Заходим в первый попавшийся магазинчик. Яйца стоят 135 рублей за десяток. Но люди покупают, говорит продавец, деваться некуда. Все же сейчас дорого же стало. Здесь в магазине 135 рублей. Я старферла. Дорого? Дорого, конечно. Только за последний месяц уходящего года стоимость яиц выросла на 15%. По данным Татарстанстата, цена на яйца за год в республике выросла на 52%. Если в прошлом году десяток можно было взять примерно за 70 рублей, то уже к декабрю этого года стоимость перевалила за 100 рублей. Эксперты говорят, подорожание яиц связано с предновогодним ажиотажем, который сойдет на нет после Нового года. Повышение цен на разные виды продуктов происходит постоянно. Это бывает связано с увеличением стоимости сырья, транспортных издержек. В конце лета, например, все заметили подорожание куриной продукции. Что касается повышения стоимости яиц, Федеральная антимонопольная служба республики сейчас ведет проверку. Светлана Шумкова, Александр Лихачев, Новости НТР. Строители из Индии, Турции, Китая, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, новый олефиновый комплекс Сибура, ЭП-600, возводят специалисты со всего мира. Есть среди них и действительно уникальные люди с золотыми руками и драгоценным опытом, за которыми выстраивается целая очередь из работодателей. С лучшими в своих профессиях пообщался наш корреспондент Александр Халин. Добрый день, коллеги. Как у вас дела? Все нормально? Как у вас проходит проверка контрных средств? Шамиль Мингабудинов родом из Солнечного Узбекистана. На строящемся заводе ЭП-600 он один из самых ценных кадров. Специалист контролирует процесс пуска наладочных работ. Но среди коллег пользуются заслуженным авторитетом не только за это. Как высококлассный сотрудник при необходимости может сам решить абсолютно любую задачу и вдохнуть жизнь в сложнейшее оборудование. Но и это еще не все. Нижнекамск, как бы, все-таки моя историческая родина моих родителей, потому что родители тоже из Татарстана, как бы, приехали в Узбекистан во время землетрясения, когда оказывал комсомольские стройки. И, соответственно, там познакомились, там поженились и, соответственно, я там родился. И вот решил повернуться, как бы, на историческую родину своих родителей. Как бы, для меня это мой родной край, родной язык. Мне очень приятно, как бы, слышать родную речь. И коллектив очень добрый. Надежный коллектив. Легко работать с хорошими профессиональными специалистами. Строительство завода ЭП-600 Сибура идет хорошими темпами. Работают специалисты и днем, и ночью, и в дождь, и снег, и даже вот в такую аномально морозную погоду. Если для российских специалистов такие условия более-менее привычны, то вот иностранцам приходится адаптироваться. Кстати, их на стройке здесь около 4 тысяч человек. Приехали они из разных уголков мира. Из Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Турции и даже Индии. С разных точек мира и, конечно, с разных регионов нашей страны. Вот, например, Сергей Карташов в Нижнекамск приехал из Тюмени. Там он участвовал в запуске завода ЗАП-СИП «Нефтехим». Смотря за его работой, понимаешь, он всегда держит руку на пульсе. Всегда лично проверяет все оборудование и понятно почему. В пусконаводке, как говорят, основное, чтобы запустить технологическое оборудование, необходимо обеспечить чистоту, в первую очередь, линий трубопроводов и чистое оборудование. Чистое оборудование хорошо подготовлено, оно и будет запускаться, в принципе, как и положено. Работы на крупнейшем заводе П-600 Нижнекамск-Нефтехима идут к завершению. На секундочку, сейчас эта крупнейшая стройка в Татарстане и одна из самых масштабных в Поволжье. В общем, здесь работает свыше 9 тысяч человек. Несмотря на разные языки, взгляды и религии, у специалистов общая цель – построить один из самых передовых и современных заводов не только в стране, но и в мире. Александр Харин, Александр Лихачев, Новости НТР. В Нижнекамске установили первый уникальный для города пандус из вторичного материала. Он появился перед входом в 18-ю школу, в которой обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Сделали пандус из переработанного пластика, точнее, из бутылок, которые издавали дети фандоматы, установленные в четырех учебных заведениях города. Проект реализовала компания «Экотехнологии» при поддержке программы социальных инвестиций Сибора «Формула хороших дел». Не спеша под ручку, Айсулу спешит на учебу. Сопровождает ее дедушка. Сегодня подниматься по крыльцу не пришлось, у входа появился новый пандус, заходить по которому в школу гораздо проще. Ей трудно подниматься по лестнице и спускаться. И особенно, когда нету этого Кирилла. И взрослым приходится ее поднимать и сопровождать, чтобы она не ушиблась и не получила травму. Практически взбегает по новому пандусу и первоклассе «Каскар». Новый металлический объект у входа привлек внимание мальчика. Очень понравилось. Он даже пробежался вперед всех. Даже ему не нужна была поддержка. Он держался за перила. И покрытие не скользко. Вообще очень все отлично. Мы очень благодарны. Пандус будет полезен всем ученикам 18-й школы. Здесь обучается более 150 детей. У 94% учащихся ограниченные возможности по здоровью учатся здесь и колясочники. Большая часть они обучаются на дому. Но у нас сейчас есть возможность приглашать их на массовые мероприятия. Потому что есть беспрепятственный проезд. За это большое спасибо Сибуру. Новый пандус – инновационная инфраструктура. Его покрытие сделано с добавлением переработанных пластиковых бутылок. Для его изготовления потребовалось 110 килограмм сырья из переработанного пластика. Именно столько и собрали ученики и студенты четырех учебных заведений города, где установлены фандоматы. За пять месяцев было собрано 3200 пластиковых бутылок. Проект реализовала компания «Экотехнология» при поддержке программ социальной инвестиции Сибура «Формула хороших дел». Наши городские дети практически с мая собрали именно то количество бутылок пластиковых, которых у нас ушло на этот пандус. Спасибо большое нашим детям, что они так участвуют в таких очень хороших экологических проектах. Поставим бутылочку. Идет проверка. Бутылочка подошла по данным пандусам. К уже существующим восьми фандоматам, которые работают в учебных заведениях города, в июле этого года в рамках межрегионального проекта программы социальных инвестиций Сибура «Формула хороших дел» были установлены еще четыре. Они появились в НХТИ, в полилингвальной школе Адемнар, в детском эколого-биологическом центре и лице-интернате номер 24. Я прошу своих родственников, бабушку, дедушку, они... Ну, я иногда захожу к ним домой, забираю бутылки и стараюсь раз в неделю сдавать большим количеством бутылки. Почему для тебя это стало интересно? Ну, потому что я хочу беречь нашу природу. Самым активным в сборе бутылок стал лице-интернат номер 24. Там экологическую акцию поддержали практически все классы. Всего по Нижнекамску было собрано более трех тысяч бутылок, и из них более двух тысяч, а это практически 60-65% от общего объема, было собрано именно у нас в лице, нашими учениками и нашими родителями. Новый панду станет помощником для деток на многие годы. Переработанный пластик имеет срок эксплуатации не менее 50 лет. Если у вас есть важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 40 07 70. Напишите нам через сайт ntrdefis24.ru или по WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. И вот еще одна тема, о которой поговорим во второй части выпуска. Коробки готовы к играм. Лед ждали все, морозы. Морозы, конечно, не такие сильные, но тоже ждали. Дворовые команды открывают хоккейный сезон. Нижнекамцы продолжают участвовать в акции «Стань Деда Морозом». Сегодня подарки под елочку положили ученицы гимназии номер 13. Девочки принесли сладости, игрушки, раскраски, канцелярские принадлежности. Также к акции присоединились сотрудники отдела ГИБДД по Нижнекамскому району. Они принесли игровые наборы. Не остаются в стороне и простые горожане. Сегодня семья Гариповых и Сатаровых передала сладкие подарки для детей. Все это в канун Нового года Дед Мороз НТР раздаст малышам, которые ждут новогоднего чуда. Помочь ему в этом деле может каждый желающий приносить свои подарки в наш медиахолдинг. Вместе мы сделаем этот праздник ярче и веселее. Мы участвуем первый год и решили в этой акции поучаствовать, потому что мне стало очень жалко детей, которые могут остаться без подарков. Потому что Новый год это такой чудесный момент, один в году, который бывает. И очень грустно, когда дети остаются без подарков. И таким детям нужно помогать. Хочу пожелать детского счастья, как Новый год это для них сказка, и безопасных дорог. Я вместе со своим двоюродным братом, с бабушкой и с дедушкой принесла подарки для нуждающихся детей. Я им желаю, чтобы они всегда были веселые, радостные, никогда не расстраивались. Чтобы им все их начинания приносили удачу. Я желаю всем счастья, здоровья, чтобы никто не болел, чтобы было новогоднее настроение. В Нижнекамске определился лучший воспитатель. Финал муниципального конкурса прошел в 92-м детском саду. Участие принимали не только воспитатели, но также логопеды, музыкальные педагоги. Всего 80 заявок. А до финального этапа дошли только 10 человек. Конкурсанты должны были продемонстрировать членам чурей свои наработки в плане воспитания малышей, новые методики и провести мастер-классы. В этом году в конкурсе смогли принять участие молодые специалисты. По итогам первое место заняла воспитательница 9-го детского сада Гузель Галимова. Масштабный математический поединок. В Нижнекамске прошла игра «Абака». Проводят ее в девятый раз в стенах 24-го лицея интерната. Мероприятие носит статус республиканского. В этом году сразиться в решении задачи встретились 157 команд. Анастасия Шакирова подробнее. У Артура математический склад ума. Хитрые задачи, сложные примеры. Ничего этого он не боится. Ученик 24-го лицея интерната – постоянный участник игры «Абака». Математика – очень важный предмет, потому что, зная ее, ты можешь, допустим, легко знать физику, информатику, экономику и все остальные предметы. И она очень сильно поможет в дальнейшем. В математическом поединке школьники ежегодно сражаются на базе 24-го лицея интерната. Учебные заведения уже 9 лет проводят игру «Абака». В этом году в игре «Абака» принимает участие 157 команд. Причем это не только ученики нижнекамских школ. Также приехали участники из соседних районов. Мы из Заянска приехали. Мы приезжаем уже второй раз. На «Абаку» второй раз. Мы были на турнире Чеботарева. Нам здесь очень нравится. Если бы не нравилось, мы бы не приезжали. Но все на очень хорошем уровне проводится. Все нравится. Дети с удовольствием участвуют. То есть вообще участие в таких играх, то есть в математических играх, в любых играх, это возможность детям проявить себя. Математическая «Абака» – это командная игра соревнования по решению задач. Задания командам выдаются одновременно. Они решают задачи по разным тематикам, геометрии, цифры, логика. Если они решат все задачи из-за выбранной темы, они получают бонусные баллы. Задание не тяжелое, но все-таки приходится постараться, чтобы решить. Вообще зачем знать математику нужно? Чтобы в жизни пригодилось. Пока ребята решают математические головоломки, за ними следят судьи. По правилам участникам нельзя пользоваться калькулятором. Все это детям говорят во время вводного инструктажа. Сначала мы рассаживаем их по командам, по местам, проводим инструктаж, объясняем, какие правила у нас. И они приступают к выполнению задач и выделяется время с 8.30 до 10.15. Ну, где-то минут часа, это 45. Вот это время. 24-й лицей стал организатором этой игры не случайно. Учебное заведение всегда показывало хорошие результаты по математике. Ну, а игру Абака дети здесь очень любят и ждут. Те же ученики, которые уже по возрасту не могут быть участниками, помогают взрослым уже волонтерской деятельностью. Волонтерская деятельность включает в себя помощь в организации игры, заполнение протоколов, сопровождение участников к местам проведения соревнований и выполнение некоторых организационных моментов. Игра проходит по двум возрастным категориям. Среди четвертых и пятых классов и шестых и седьмых. В каждой подгруппе выявляются победители, которых награждают дипломами, значками и памятными призами. Анастасия Шакирова, Максим Липин, Новости НТР. 25 хоккейных коробок и более 50 команд Нижнекамские дворовые клубы готовятся к старту нового сезона турнира «Золотая шайба». Лед залит уже почти на всех площадках. Сетки на воротах натянуты, а ребята уже приступили к тренировкам. На одну из таких побывал наш корреспондент Александр Халин. Вправо, влево, обманное движение, бросок, гол. Ратмир Гельмудинов в последний раз на коньках и с клюшкой в руках выходил на лед прошлой зимой. Сегодня у него и его команда Бригантина первая тренировка. Этого события ребята, конечно, ждали с большим нетерпением. Лед ждали все, морозы. Морозы, конечно, не такие сильные, но тоже ждали. Планы на этот сезон только побежать, побежать, играть чаще. По возможности тренируемся как можно чаще. Тренер собирает, мы приходим. Да, 3-4 раза в неделю. Площадку возле 19-й школы подготовили несколько дней назад. Кстати, как говорит тренер команды Бригантина Раид Муртазин, в этом непростом процессе ему очень помогли ребята. Убирали лишний с площадки снег и помогали в заливке. Теперь только тренироваться. Планы у команды масштабные. У нас три возрастные группы. Это старшая, средняя и младшая. У нас цели в этом году занять первое место. Будем добиваться ради нашей родной 19-й школы. Постараемся мы это все в этом году сделать. Планируется, что участие в турнире «Золотая шайба» примут больше 50 команд в трех возрастных группах. Для проведения соревнований подготовят 25 хоккейных корта. Дело за малым привлечь ребят к занятиям, что в современной жизни не так-то просто. Много сидят за компьютерами и где-то в тепле. Но тем не менее, вот вы видите, сейчас на хоккейном корте дворовый клуб «Бригантина» на базе 19-й школы достаточно много мальчишек. Это еще только первый лед. Я думаю, что и на других кортах будет так же весело, как сегодня здесь. Кстати, конкуренция в этом году будет серьезная. Так, например, шефство на дворовой команде из 31-й школы взял двухкратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев. На этой хоккейной коробке я сам проводил все свое детство. После тренировок в спортшколе я с большим удовольствием играл там с пацанами. Иногда к нам присоединялись и взрослые. Считаю, это классно играть на открытом воздухе. И я хочу создать для ребят там максимально комфортные условия. Мы с командой проекта «Сектор Сергачева» возьмем контроль за работой этой коробки на себя. В ближайшее время закроем вопрос организации там теплых раздевалок и будем следить за качеством льда. Со временем хочу, чтобы таких мест было как можно больше. В конце сезона по традиции пройдет награждение призеров турнира «Золотая шайба». Кстати, коробки в свободное время можно использовать и под массовое катание. Так что жители города могут спокойно и абсолютно бесплатно кататься здесь на коньках. Александр Халин, новости НТР. Команда «Рамус Групп» продолжает чествовать своих лучших партнеров. Площадкой для вручения наград снова стал самый большой торговый центр города. На этот раз во втором туре среди номинантов оказались 44 представителя малого и среднего бизнеса. Напомним, что в этом году компания учредила ежегодную профессиональную премию «Бизнес-лидеры Нижнекамска». Сегодня мы все собрались здесь по случаю первой ежегодной профессиональной премии «Бизнес-лидеры Нижнекамска». Основатель премии «Рамус Групп» – это самая крупная компания города, основанная в 1991 году. За ее плечами огромный опыт в сфере торговли и оказания услуг населению. Компания высоко ценит вклад каждого номинанта, именно поэтому было решено поощрять и чествовать своих партнеров. Каждый победитель в номинации второго тура уникален по-своему. Вы вместе с нами создали новое пространство для развлечения жителей и гостей нашего прекрасного города. Начали реализовывать абсолютно новую продукцию. Развили совершенно новые, уникальные проекты для нашего города. Во второй тур вышло 44 индивидуальных предпринимателей и компаний, каждый из них лучший в своей сфере предоставляемых услуг. В номинации «Уникальные проекты» одной из победителей стала Лидия Егорова. Девушка открыла в городе театральную студию, еще не театр. В бизнесе номинантка относительно недавно, и начала она развивать свою деятельность с компанией «Рамус Групп». Именно эта площадка стала для нее стартовой дорожкой. Конечно же, мне очень приятно внимания, и когда я отмечаю твой труд, результаты твоего труда, то хочется еще больше работать, развиваться и делать наш город лучше. Всего было пять номинаций. Среди победителей были отмечены лучшие в области общественного питания в сфере развлечения. Не забыли и те, кто сотрудничает с компанией «Рамус Групп» десятилетиями. Новичкам было вдвойне приятнее оказаться в числе победителей. Если говорить о сегменте, который у нас есть, что тебя выделяют, наверное, это говорит о том, что это интересно и людям в частности, покупателям, тем, кто пользуется определенным товаром, услугой. Поэтому это для себя некая галочка, что мы не зря все-таки все это делаем. Зима уже вступила в свои права и показала, какой морозный может быть. Согреться же нам помогут теплые шубы и дубленки. В Нижнекамске из Пятигорска приехала ярмарка шуб из натурального меха. На выбор представлены шубы из норки, бобра, каракуля, астрогана, мутоновые шубы, дубленки. Ярмарка будет работать с 16 по 18 декабря. Приходите и подарите себе красивую элегантную шубку. С 16 по 18 декабря в Нижнекамск приезжает ярмарка из Пятигорска. Это ее второй визит в наш город. Норковые, мутоновые, шубы из бобра, каракуля, дубленки. На выбор представлен широкий ассортимент шуб, в которых вы всегда будете чувствовать себя неповторимой и элегантной. Например, шубка из астрогана. Это качественно стриженный мутон. Легкая в носке, от чего вам будет комфортно в помещении и на улице при сильном морозе. Мех защитит вас от холода. Вот это бобер у нас идет. Он легкий, облегченный. Есть молодежный, есть по старшим можно надевать. Вот такие вот разные цвета есть. Графит, мока есть, коричневый есть. Новая шуба – это универсальная вещь. Подходит и для отличного настроения, и для спасения от холодов. Внимание, новинка! На нашей выставке вы сможете приобрести теплые и модные мужские и женские унты от 5000 рублей, которые согреют ваши ножки в самые лютые морозы. И это еще не все. При покупке шубы принимаем старые шубы. От 5 до 15 тысяч на мутон, на дубленки, на бобра. От 15 до 30 тысяч идет на норку, на скидки. Ярмарка шуб из Пятигорска находится в торговом центре «Барс-3» на первом этаже. Работает с 9 утра и до 18 часов вечера. Оцените первыми эксклюзивные новинки сезона «Зима-2023-2024» от производителя. Светлана Шумкова, Александр Лихачев, Новости НТР. Качественная, удобная, по низким ценам ярмарка «Белорусская обувь». Продолжая свою работу в Нижнекамске, широкий выбор моделей и зимней коллекции порадует любого покупателя. Здесь же вы сможете найти пуховики-дубленки, в которых не страшен ни один мороз. Выставка. Продажа пополнилась новыми моделями верхней одежды. Югославская дубленка – модель, зарекомендовавшая себя еще во времена СССР. Всегда отличалась высоким качеством. В ней даже в самую морозную погоду тепло и комфортно. Современный стильный дизайн лишь добавляет лоска и красоты этой модели. Рисунок данной модели обработан лазером, за счет чего она не промокает и не оставляет мокрых пятен. Крой у нее батальный, подойдет на любую фигуру. Выделка из норки подчеркнет дороговизну и придаст элегантности. Меховой капюшон заменит шапку даже в зимние морозы. Создать единый образ можно, подобрав удобную теплую обувь. На ярмарке «Белорусская обувь» как раз поступление новой зимней коллекции. Вот эта модель женских ботинок, благодаря своей мягкости и удобству, идеально подойдет для долгих прогулок в морозную погоду. Максимально мягкая модель раскрывается до самого мыса. Поэтому надевать их очень просто. Модель имеет водостойкую пропитку. Съемные стельки с легким анатомическим рельефом позволяют разгрузить суставы. Мех внутри натуральный, теплый, что не позволит замерзнуть вашим ногам. На ярмарке представлена и новая коллекция мужской обуви. Каждая модель имеет водоотталкивающую пропитку и покрытие антилед. Поторопитесь приобрести качественную обувь по доступным ценам. Ярмарка работает на цокольном этаже торгового центра «Барс-1» ежедневно с 10 часов утра и до 8 часов вечера. Александр Харин, Максим Липин. Новости НТР. Это все новости на сегодня. Далее информация о погоде. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok